Всем привет, нам немножко не до рыбалки, смотрим бой Хабиб Макгрегор И Макгрегору очень больно сейчас Всё, хана Здесь уже за шею схватил Ну столько навыхватывал этот Конор О, ещё и встал Как это он измудрился встать Сумасшедший третий раунд, очень красиво обменялись кучей ударов Я уже закормился, на точку дал практически максимального размера 10 стаканов, несколько выдернул в толще, чтобы рыбку позвать Очень интересная точка, сейчас попозже расскажу про неё Ну и вот досмотрю бой И тут как бы не переживаю, что не начинаю ловлю Потому что точка закормлена и там полчасика можно смело отдыхать Пускай рыбка собирается, никаких плюхов, ничего Она уверенно становится на корм Я даже сейчас вот так чаще всего поступаю на рыбалках Быстренько разложил всё самое необходимое Даже ещё не до конца Закормился и потом дальше раскладываюсь потихоньку А точка спокойно отдыхает Полчасика или там больше немножко даже До 50 минут, если крупная рыба Можно смело давать точке отдохнуть после закорма Поэтому смотрим дальше Вау, что творится? Вот это бой! Вот это цирк! Вылез, победил и вылез и полез ещё в публику всех убивать Жесть, что там происходит? Дагестанские разборки, молодцы комментаторы вообще Офигеть! Ай, циркачи! Ладно, начинаем наш бой с подлесчиками Неравный режим полёта и абстрагируемся от мира сего Ну и начинаем нашу сессию Снова озеро юбилейное Наш городской водоём Третья рыбалка подряд у меня Немножко уже сегодня было сложно проснуться Вчера очень рано проснулся, что-то вдруг бодряка поймал Вчера у нас была тренировка Другой водоём Видосик уже не снимал, потому что Поснимаю, хочу поснимать видео во время соревнований Чтоб не получилось два похожих видео с одного и того же места Ну, веселее рыбка поклёвывала, чем вот предыдущая рыбалка на этом озере Тогда я там 12 подлесчиков поймал Вчера было у меня полтора килограмма Там он тоже не очень рыбный водоём Но, как оказалось, довольно весело, классно Об этом потом, позже А сегодня другая часть озера юбилейного Это тот же всё водоём наш городской На предыдущем видео Где мы ловили, но мы ловили вот там В той стороне, с другого берега Сегодня решили сесть лицом к ветру Передавали снова тот же ветер Была очень тёплая ночь Вчера вообще сидели, на солнышке грелись Сегодня такой пасмурный денёк передают Но там до плюс 17 очень тепло Я давно хотел именно в этом месте с этого мыса половить Потому что друзья рассказывали, что здесь русло хорошо находится И вправду забросы холота первый На дистанцию 60 метров Тяну, тяну, тяну И он сваливается Там 2,4-2,5 метра Сваривается на 3 метра Такая канава бывшая Вот русло реки Лососянка Старая-старая, уже замытая 3 метра максимальная глубина И потом постепенный выход сюда, к берегу Вот поклёвочка красивая Хорошенечко закормил И вот сейчас начинаю Немножко подсыпал в мой состав 2F летнюю серию Смешал с зимней Не с зимней, а с демисезонной С такой для холодной воды Получилось такое среднего помола С интересным запахом Две пачки прикормки И добавил немножко пшена Такое оно рассыпчатое, красивое Немножко комочки есть Слежалось в баночке Часто спрашивают, как варить Ту или иную кашу Ну вот пшено очень быстро варится Засыпается в кастрюлю Немножко воды, чтобы где-то там Чуть-чуть сверху было Ну и после кипения Надо не отходить уже минуток 5 Поварить И внимательно смотреть, чтобы оно не разварилось Чтобы не убежало Чтобы вода не выкипела Если выкипела вода, а зерно еще твердо Еще немножко долить водички И вот только вода выкипела Выключаете и оставляете на пару минут Чтобы оно запарилось Чтобы оно всю-всю воду впитало Должна быть сухая она Тогда будет она такая вот Неразваренная И крупинки не будут слипаться Если даже немножко слиплись То тогда добавляете сразу в прикормку Размешиваете через сито Пропускаете Будет тоже нормально Но так веселее немножко Когда вот нужно дозированно давать пшено Летом сразу можно смешать с кормом Питательности добавить максимально А сейчас в холодное время года Водичка уже плюс 14 По чуть-чуть так буквально Или в корм, или в кормушечку Вот такое получается Казалось бы недоваренное Но вкусное Еще немножко соли добавляю И такая вот 5 минут Капшено может чуть-чуть больше 5-7 минут Главное не отходить, не уходить Потому что жена потом будет ругаться Что или на плите Или кастрюлю поджарили Или каша на плите На минимальном огне После кипения готовится Можно прикрывать крышкой Можно не прикрывать Смотреть стоять Была потяжка Проверяем Холод, как ни странно Показал приличное количество рыбки Было много всего интересного На дне в этом русле Ну посмотрим Как она будет отзываться Не будет Если вот эта сильно закормленная точка Вдруг работать откажется Будем искать что-то другое А промера довольно простой был Я еще в темноте Мы тут охолоты кидали И мерился я Камеру поставил Небольшой там лапсик снять Просто заброс Вчерашняя дистанция 60 метров Тяну, 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 тяну Почувствовал Как грузик побежал Немножко быстрее Вот он начал съезжать По этой горочке вниз Ну и сразу уперся И все Это вот дальняя бровка Получилась На 45 метрах Там я остановился Снова сегодня ловлю Монтерей Элит Удилище Версии комбо Максимальной длине 3.8 Очень классная палочка Если в том сезоне Я уже говорил Наверное Моей любимой был Шерман 3.6 То в этом сезоне Можно сказать Его продолжение Монтерей Палочка Чуть быстрее Чуть легче Чуть длиннее Чуть с более высоким тестом То есть позволяет Немножечко больше Самый тонкий Квивертип поставил Стеклянный Довольно мягенький Раньше немножко я Негативно высказывался По поводу Квивертипов С толстым диаметром Посадочным 3.5 мм Как бы палочка легкая А квивертип 35 Довольно тяжелый Но Сейчас я немножко Своё мнение поменял Нравится он мне За счет своей конусности И толщины Скажем Толстая часть квивертипа Прилично участвует в забросе Добавляет удилищу Мощности И в то же время Стеклянные Стеклянные квивертипы Вот если взять 2.2 Посадочное стекло Они вообще Сопли такие Гнутся Полностью Очень сильные Паразитные колебания Дают Вот в шерманах Я не могу пользоваться Стеклянными квивертипами Они просто Блин Ну еще с плетенкой Чистой можно Но если ставишь Шок-лидер Все обязательно Во время Паразитных колебаний Удилища Хоть оно и не самое Мягкое Цепляется Какие-то Происходят Во время Заброса Захлесты Провоцирует Это Большое количество Отстрелов А вот такой Толстый Можно сказать Конусный Квивертип 35 Он Намного Интересней У него От середины Он где-то Начинает работать Быстренько Согнулся Выгнулся Не такие Паразитные Колебания Сам по себе Мягкий Вот Даже Ветровым Течением Вчера Вот и сегодня Его хорошо Натягивает Не совсем Складывает И как раз То что надо Где-то Золотая середина Вчера на рыбалочке Сломал Квивертип Чаще всего Ломаю Квивертип И прямо у себя В руках Когда раскладываю Или складываю Удилище И очень жалко Вунцовый Уголек Двухунцовый Уголек Сломал Но сломал Его так Что я его Восстановлю Вот он Как раз Кусочек Останется Будет он Уже Трехунцовый Или двух С половиной Унцовый Просто нагреть Тюльпан Вынять Это Сломанный Кусочек Подточить Здесь И оденется Он И получится Немножко Укороченный Вариант Такой Вот как раз Который Будет тяжело Уже сломать У этих Удилищ Монтерей Четыре Квивертипа И изумительные Квивертипа Как я уже Рассказывал Вот эти Вот стеклянные Сколько Здесь Унцы Очень Очень Мягенькие Вообще Вот такие И Ну вот Мягкость Его Буквально Вот Раз Два Три Отсюда Начинается Вот он Это Как Вот Раньше Были Знаменитые Карбонфлекс От Браунинга Когда Сам Квивертип Идет Карбоновый А здесь Вставочка Стеклянная И он Такой Чисто Кончиком Работает Показывает Поклевочки Какой Выбрать Значит Вот Три Унции Карбон Это Река Полторы Унции Стекло И Унция Стекло Казалось Мне он Даже Легче Ну вот 0.75 Показывает Уже Совсем Сопли Будут Значит Выберу Я На Том Удилище Стоит Единица Стекло Здесь Полторачку Стекло Поставлю Будет У меня Подальше Заброс Чуть Чуть Жестче Кончик Ну вот От двух Удилищ Квивертипы Влазят В один Тубус Очень Удобно Кинул И побежал На Каждом Забросе Происходят Какие-то Поклевки Но Абсолютно Какие-то Неуверенные Даже Непонятно Когда Подсекать То есть Там Микро Какая-то Рыбка Может Микро Плотвичка Абсосики Без Поклевок То есть Вот Я Закормился Полчаса Еще Смотрел Бой Зашел На точку Там Пару Поклевок Было Энергичных Но Мимо Мелочь И вот Сейчас То же Самое Как бы Уже Понятно Что Рыбка В ступоре На той Рыбалке Сегодня Я начал В 8 утра На 2 часа Раньше То ли Вот Чтоб Не сидеть Не скучать Эту точку Все-таки Она закормлена Хорошо И уже Вот Мотылика 5-6 Забросов Дал на точку Нормальное Количество Эту точку Оставить А взять Дублирующее Удилище Или это же И поискать Что-то другое Может быть Все-таки Рыбка Дальше Стоит От берега Как и На предыдущей Рыбалке Когда Дима Ловил 40 метров И ничего Рыбка Клевала Хотя Здесь Совсем Другой Рельеф Более Интересный Но Тянется Рука Меня Уже Разложить Второе Удилище И пощупать Где-то Тоже Вот Тот Дальний Горизонт Ну Вот Долго Стояло Удилище И заметил Краем Глаза Поклевку И Видимо Вот Такие Вот Братки Клевали До Этого Но Этот Слопал Далеко И Надолго Вернулся На рабочее Место И Снова Рыбка На Кручке У нас Здесь Аэроклуб И Вот Завелся Самолет Сейчас Будут Прыгать Прям На Голову Парашютисты Давно Мечтаю Сам Прыгнуть Но Что-то Боюсь Кишка Тунка Вот Он Сероглазик Алиши Мелкие Но Постепенно Вот Рыбка Собирается Видимо На Точке Расклевывается Или Это Только Показалось Нет Точка Мега Перспективная Русло Рыбку И Холод Показал Закормился Хорошенько Рабочим Кормом Который Отлично Сработал На предыдущей Рыбалке Ну Там Не Супер Отлично Но Для этого Водоема Это Хороший Результат Подоем Запрессованный Маленький Городской Хотя Раньше Здесь Такие Раздачи Были Еще В те Времена Когда Мы С дедом И Как Это И народа Всегда Было Очень Много И рыбы Всегда Было Много И Карп Ловили И Щуку И Дед Таких Окуней Красивых На Предыдущем Видео Получилось Непоняточка Немножко Я Может Где-то Не так Высказался Я Показал Вот эту Кормушечку Флагмановскую То что Она маленькая Такая Компактная 42 грамма Она классно Летит Вот на 70 метров Тоже И вчера Ловил Очень легко Подымается Наверх И не дает Сопротивления Классно Для такого Аккуратного Захода На точку И После того Как я показал Ее Я на нее Ловил Дальний план Вот такой Сдалека Когда мы Двоем В кадре Я уже несколько раз На нескольких Рыбалках Рассказывал И потом Это все Дело удалял Потому что Ну обрезая Видео Кучу там Всякой информации Удаляешь Кормлюсь Вот этой Вот она Не максимального Размера Но уже Приближена Очень удобно Вот Престоновские Большие Пластиковые Кормушки Которые Для закорма Служат Они полностью Конченые Потому что У них Одна точка Крепления Она еще Мягкая Изламывается Кормушку Дергаешь Она корм Не выдает Корм Исыпается Я доберусь До Престоновских Зимой Сделаю Радугу Вот это Лесочное Крепление И тогда Она будет Лететь Нормально За счет Центра Тяжести И она Будет Нормально Отдавать Корм При рывке Ровно Дергаться Вперед Я их Переделаю Лучшее Для закорма На дальних Дистанциях Вот как Вчера 70 метров 60 С ветром Это Флагмановская Дюза Вот она Она дает Очень сильное Сопротивление И ее Колбасит Там Может быть Где-то Во время Вымотки Но ее Еще и Правильно Выматывать Нужно Ее Раз Удилище Поднял Прокрутил Два раза Второе Раскачнул Но если Большая Глубина Нужно Третий Раскачнуть И все Она На поверхность Весь Пластик Идет Наверх Дюза Это Как Ну вот Снайперская Винтовка Да Она Тяжелая С ней Не побегаешь Она Нужна Чтобы Дальний Выстрел Производить Также Идюза Она Нужна Для дальнего Выстрела Для дальнего Заброса Поэтому Она Тяжелая На вымотке Каждой Кормушке Своё Предназначение Но Кормиться Ей Классно Счет Того Что Она Очень Гладкая Внутри Один Рывок И весь Корм Вышел Особенно Когда Корм Влажный Поэтому Обязана Быть В комплекте Дальнебойном Затем Рассказывал Про Зипло Это То Кто Возможно И придумал Кормушки Пластиковые Дюзы Или Может быть Горболина Раньше Появилась Но Горболина Вообще Ужасная Я их Купил Пару Штук Попробовал Не дают Такое Сопротивление Просто Невыносимое Поэтому Их Нафиг Потом Появились В Голландии Зипло Очень Похожие На эти И Вот С этого Сезона Зипло Маленькую Добавило Любимая Кормушечка Сейчас Вот Она Такая Красота А вот Подаренные Мне На выставке В Москве Вот Эти Вот Крутые Гуру То Про Что Вы Вчера Подумали Неправильно Это Классный Маркетинговый Ход Айдам Руник Красавчик Что Придумал Это Его Изобретение Здесь Вот Точка Крепления Это Классная Внутри Все Спрятано Но Пластик Очень Жесткий По Сравнению Не очень приятный Даже Мне Мне Лично Система Крепежает Во груза Прикольно Ну Зачем Она Надо Это Как Ну Они Очень Классно Продаются Но Очень Их Колбасит Очень Тяжело Выходят Из Дюс Они Худшие Поэтому Вот Такой Вот Мой Рассказ А Ловлю Клеточки Флагманской Чуть Чуть Больше Чем Это Если Расклюется Перейду На Крупную Тоже Лагмановскую Не Клеточку Закрытую Клеточку Мне Вообще Нравится Закрытые Кормушки И В этих Дюзах Не Должно Быть Никаких Дырок Забиваешь Вот Эту Жидкую Прикормку Нарезку Всего Лазить С них Должна Быть Закрытая Кормушка Полностью Труба Забил Внутри Остается Воздух Она Еще Быстрее Выйдет Эта Вся Прикормка За счет Воздуха Вот Этого Сила А так Он Через Эти Дырочки Выходит И Она Там Остается Эту Хорошо Закормленную Точку Я Смело Могу Оставить В покое Как бы Пускай Даже Вот Эта Мелкая Рыбка Стоит Вот Наверное Опять У меня Повис Дружочек Да Вот Сейчас Они Стабильно Стали То Ли Их Ловить То Ли Все Щупать Что Дальше Дальше Тоже Не факт Что Будет Более Крупная Рыба А здесь Вот С минуты На минуту Может Подойти Что-то Поинтереснее Ну Значит Пока Еще Посидим Уже Даже Темп Немножко Увеличился Рыбка Собралась Проснулась Пришла Позавтракать Дальше